Ну что, доброй ночи всем полуночникам. Vega Squadron против Ниндзи в пижамах. Последняя игра, к счастью, последняя игра в данном матче в формате Best of 3. Vega Squadron забрали себе уже Герокоптера, Дизраптера, Клокверка и Шадоу Финда. Составные Ниндзи в пижамах, Фантом Лансер для Эры. Не самая приятная вещь для Веги, которая могла бы быть, чем Катрик Пэлла. Пока что непонятно, не думаю, что СФ и Герокоптер на это способны. Вообще, как бы способны, но способность Vega Squadron на ранних минутах выфармливать больше, чем оппоненты. Вот это у меня вызывает массу вопросов. Ну и Фантом Лансер к мидгейму может так раскрыться, конечно, что Vega Squadron просто у нас отвалится по факту. Ну, по пикам. Команда Vega Squadron забрала себе у Флейн Клокверка уже. Герокоптер будет у нас саппортить, Дизраптер... Герокоптер, точнее, будет у нас фармить. Дизраптер саппортит и Шейкер для Соло. Ну и есть Шадоффин для Ноуана. Со стороны команды Ниндзи в пижамах. Фантом Лансер, скорее всего, уйдет у нас фармить легкую линию. Лешак отправится на мидлейн, будет играть на нем, думаю, Нимп. Лимп, точнее. Ну и Силкит, Хэнскин поделит между собой Шадофф Демона и Дазла. Ну и для Юноса Фана пока героя не вижу. Забанили Брудмазер у нас, Vega Squadron. Против нее играть не хотят, хотя странно, если они хотели брать Шейкер. Чем Бруда их не устроило? Как думаешь, по пику кто пройдет? Мне кажется, НИП у них Лансер очень неприятный. Я думаю, что НИП у них Лансер очень неприятный. С этим абсолютно согласен. Еще и НИП в руках Эры. Лансер в руках Эры. Это прям вообще беда. Ну и последний пик от Ниндзи в пижамах тоже, в принципе, тут решит. Сейчас глянем, какой будет оффлейм. Если Магнус или Тайтхантер, то Сэнд Кинг. Сэнд Кинг от Ниндзи в пижамах. Тут, не знаю, вроде как шансик есть для Vega Squadron на самом деле. Но Уанта все-таки у нас в итоге зарешал 60-минутную катку, где Vega Squadron половину игры у нас терпели-терпели и дотерпелись. Может и здесь Vega Squadron нас НИПов отправят куда-нибудь. К хренам собачьим. А потом и с 4NC и Сэнси Кэптен разберутся. И потом с новями будут играть в финале. И обе команды отправятся в Сетту. Кто за Wildcard рубиться, кто за деньги сразу. Ну что ли, шаг для Олимпа. Все-таки Эра будет играть на Фантом Лансере. Хенд скин Шадоу Демон. Силки Дазл. И Йонусом Фанн в сложную Сэнд Кингом. Все, в принципе, очень легко читаемо. Со стороны команды Vega Squadron та же абсолютная история. Нет Дезераптор Соло. Хотя в прошлой игре тоже у нас Соло был на ком-то там. А потом свапнулся с своим тиммейтом героями. Ну может и сейчас Соло все-таки будет на Шейкере. Вроде как привычная тема. Сема Зе Слеер у нас играет на Шейкере. А что с Соло случилось? Что-то все-таки с Соло случилось. Соло будет играть у нас на Дезерапторе. Сема Зе Слеер будет играть на Шейкере. Мак будет играть на Клокверке. Паша будет играть на Гирокоптере. И Ноуан играет на Эсефе. Со стороны команды Ниндзи в пижамах. В принципе, все элементарно. Вот только Триплу Ниндзи в пижамах отправляют в сложную линию. Первую игру они таким вот образом и выиграли. Трипла в сложной у них, мне кажется, посильнее, чем у Веги. На ранних этапах Эра должен, в принципе, чувствовать себя комфортно по фарму. Плюс Даблайз, Хендскина и Силкида. То есть и под Сейв, и под Хилл, и всего предостаточно, чтобы Фантом Ладзеру не умирать. Да и Дупельгангер и все остальное. С другой стороны, у Веги есть офигительная АОЕ-комба. Правда, меня немножко смущает в составе НИП. Ну как, смущает, если бы я очень сильно жаждал победы Веги. Меня бы тогда смущала комбинация Shadow Demon плюс Лешрак. Это действительно неприятно. То есть в масс-замесах минус 1 это 100%. Завтра финал. Да, завтра финал. Финал завтра в 19.00 по МСК и по Киеву. Нави будут играть против кого-то из вот этих, либо против Форенкер Сенси Кэптон. Ну и мы этот матч, конечно же, в 19.00 стримим. Ждем вас. Что, Леший на мидлейне против НОВАНа на СФ. Лим, по идее, должен НОВАНа перефармливать. Сплетуя сразу по НОВАНу. Минус половина ХП. Кушай баночку. НОВАН, в принципе, сейчас себе Боттл уже принесет. Ничего вообще не покупал. Просто, чтобы со старта принести себе Боттл НОВАН. Ну и какие-то резкие такие движения у СФ. Вот такой заряженный весь на позитив и радость. Ну, может, даже и накажет Лимпа. Вроде тут желания у него как будто даже и побольше. Ну или мне может просто кажется. Йонасом Фан идет у нас через пассивку. Будет пассивка, наверное, и Баррл Страйк, я думаю. Тут маг даже своих Денайта, они взрываются. Ну не жесть ли это? На трипле в это время отрезают у нас Эру. У Эры есть Ланс, но нет Доппельгангера. Ну здесь проел дерево, обошел. Очень просто все вообще с каменным лицом, я думаю. НИПы 200 по голде выигрывают, 300 по экспириенсу. Что вообще на миде? На миде НОВАН обязан просто выигрывать у Лимпа. Как он это будет делать, это его личное дело. Это сделать очень сложно против лежака, мне кажется, на мидлейне. Еще и СФ, который по началу игры достаточно мягкий герой. Ну тут не помешало бы, чтобы кто-нибудь пришел. Например, Соло, чтобы пришел и помог. Соло видит хенд скина. Пришли бороться за руну. Руна нужна, а НОВАН у него... А у него нет батла или есть? Есть, есть, ботл, ботл обустится. Лимп без батла у нас до сих пор. И у НОВАНа появляется еще и тапок. Без всяких тебе рейсбендов, просто и со вкусом. Ну и руна регенерации появляется. Лимп сливает все, что можно слить до того, как возьмет реген. В это время у нас файт внизу. Силкит под шаллогрэвом уходит отсюда. Побитый, но живой. Силкит под шаллогрэвом уходит. Так. Хенд скин. Вместе с силкитом тут полностью, собственно, занимаются безопасностью рейды. Больше заниматься им-то и нечем. Йонасон Фан в это время на нижнем лайне 13 на 2, у мага 15 на 5. Маг вроде как перефармливает своего оппонента, но и должен, по сути, перефармливать. У нас Сэн Кинга. Это Сэн Кинг, еще раз говорю, пассивку прокачал. Это обычно такого не бывает. О, заходит у нас Хенд Скин под смоком. На ноуана. Вот ты в дизрапшн. Вот о чем я говорю. Вот она комбинация. Сплит-Ос по таймингу. Ой, какой роскошный тайминг от лимпа. И на тебе фессуру в лицо за это. Раз ты такой тупенький. Промазывает сплит-Осом. Причем тут по таймингу, ну... Я не знаю... Стань не хочу. Огромнейший рейндж. Огромнейший. Радиус 175. То есть это 15 СФов было. И не попасть... Не знаю даже, как так получилось. Ну, что-то тут наплужил немножко лимп. От него обычно такого не видят. Ну, цена победы высока. Да и цена ошибки тоже очень высока. Поэтому Нипы тоже не железные. Тоже переживают. Ну, по фрагам 1-0. Счет у нас. ФБ забирает команда Нип. Делает это у нас Шадоу Демон. Герокоптер отправляется в таверну. Нормально вообще начало? По-моему, не очень. Совсем не очень. Вообще, команда Вега Сквадрон удивительно хорошо выглядит в последнее время. Ну, тут и составчик, в принципе, неплохой. Но и сам факт, что Вега Сквадрон умудряется серьезные победы у нас. Отрывать и с новями тоже на равных смотрелись. Да и вообще, более-менее хорошо сейчас выглядят. Это, конечно, притягивает внимание к команде Вега Сквадрон. Сквадрон неплохо было бы, если бы они Нипов здесь и наказали на самом деле. То есть, по сути, команда-то заслужила. Команда старается, команда борется. Так, Лешак в это время у нас забирает на медлейне Шейкера. Как ты оказался здесь, Шейкер? 2-0 уже не поповели. Да, Леший тут что-то раздухарился сильно. Ну что, Нолан на SF уже 32 на 3. Почти что топ-нетворст на карте. И Йонасом Фан на первом месте по фарму. 35 на 6. Нормально вообще. Ужас какой-то. И продолжает фармить Йонасом Фан. И все у него хорошо получается. И здесь третий скилл у Йонасом Фана уже в 3 вкачан. Против мага собирается подраться Йонасом Фан. И у него пока неплохо получается. У мага есть кукшот. Вгрызается в Йонасом Фана. Ну и уходит Йонасом Фан. Уходит отсюда. У мага нет батлы. Йонасом Фан, кстати, сейчас может и разорвать мага. Подкоп пошел. Ну и начинается раскастанность. И на Сом Фана. И маг у нас просто рассыпается. И это так простенько-простенько вышло. Очень просто. Очень. 3-0 счет. Нипы поперли команду Вега-Сквадрон. 2000 с копейками для Нипов по золоту. И 1000 с копейками по экспириенсу. Но 1 перемещается на нижний лайн. Против Йонасом Фана сражаться. В мидлейн уходит у нас Сема Зе Слеер. Получать экспириенс. Где в это время Соло? Соло должен рядом быть с гирокоптером. У Паши 17 на 2. Крипстат и 40 на 7 эра. Вот и вопрос. Какие вообще прогнозы? Да никаких тут прогнозов на самом деле. У Веги очень большие проблемы, с которыми придется справляться. Прошлую игру они закомбечили. Не знаю, как против Пайла камбечить. Правда, не в курсе даже. Кен скин на Пашу выходит. Ну и лимб. Будет ли стан? Да, ровненький стан Пашу. Паша через Лайтнинг в сторону отправляется в таверну. 4-0. Теперь можно из Соло драться. Ну и Нипы просто агрессивнее играют. И получается у них все хорошо. Посмотрите на Сенткинг. У него есть фейсбуцы. Йонасом Фан с фейсбуцами и с брасером. Это что, барабаны, наверное, еще будут от Йонасом Фана? И прочее, прочее, прочее. Квилинг Блейд. Стаут Шилд. Мэджик Вонт. Брасер. Все это для Сенткинга. Сенткинг из каких-то диких вообще пабов к нам залетел, свалился. И принимайте меня таким, какой я есть. Сенткинг на самом деле очень круто выглядит в данный момент. Ну и немножко тут разрыв шаблона. И, судя по графикам, разрыв команды Вега Сквадрон. 4 тысячи по голде Нипы. По экспириенсу 2 тысячи тоже Нипы. Эра по Нетворсу на третьем месте. На втором Ноуан. И на первом Лимб на Лешаке. Лимб переформил Эру. Не на много, конечно, на 250. О, Ноуана, точнее. На 250. Но факт остается фактом. Лешак фармит чуть-чуть получше. Да и убийство Лимба есть. То есть пока Ноуан у нас никого не убивал. Да и вообще команда Вега Сквадрон пока никого не убивала. Тут, собственно, и ожидать нет никакой возможности ожидать каких-то камбэков. Вот Веги пока не начнут файты выигрывать. Мы развалили Лешака. Вот это уже плюс. Вот это хорошо. Гирокоптер у нас провязал ульту. Это чтобы побыстрее с Лешаком справиться. По голде 900 зарабатывает. По экспириенсу 800 в пользу команды Вега Сквадрон. 4000 НИПы и 1500 НИПы по экспириенсу. Ну, чуть-чуть где-то что-то в Вега отковыряли. Ну, так надо и дальше. Так надо дальше. Причем нон-стоп надо дальше. Есть гирокоптер, который в лейте хорошо будет смотреться. Есть Ноуан. Который тоже у нас показал в прошлой игре, что на SF может... К концу игры чудеса творить. Градиент's middle tower is under attack. Dyer's bottom tower is under attack. КОНЕЦ Что поймали у нас в Disruption у Вана. У Вана доигрался. 5-1 счет. Посыпались, посыпались, посыпались игроки команды Вега Сквадрон. Соло на лоу хп. Эра его доедает. Мага тоже здесь допилили. Не потеряли никого. Игроки команды НИП. А Вега Сквадрон без четырех героев у нас остались. Эра. Принц Пиланс есть. Копье в спину. Копье у нас в спину гирокоптеру и даблкил от Эры. Что? 18... 8-1 точнее счет. На 12-й минуте 4 в 0 дарется НИП. Зарабатывает 1600 по золоту и 2000 экспириенсов. 5000 НИПы по золоту, 3000 по экспириенсов. Тоже НИПы на 12-й минуте. Преимущество колоссальное. Преимущество колоссальное. Так, а где наш Сэнд Кинг? Сэнд Кинг, кстати, умер у нас на нижнем лайне. У Сэнд Кинга 1500 по голде на руках. Конечно же, он выходит в даггер. Тут фейсбуцы, не фейсбуцы. А Сэнд Кинг должен у нас врываться с эпицентрами. А не пешком заходить. Я думаю, прекрасно. Все это всем понятно. Ну и Сэнд Кинг перемещается на нижний лайн. Йонасом фана тут и наказать-то могут. Соло, втроем игроки. Даже в четвером, даже в пятером. Игроки команды Вега-Сквадроны и понимают с минусом фан. Валить, валить. Соло видит. И Соло его видит. Соло у нас как будто просто так. Зашел, поставил вард, между прочим, и ушел отсюда. А в это время команда Вега-Сквадрон в лице трех игроков пушит Т1 по нижнему лайну и таки спушит. Ну а НИПы отвечают пушем Т1 по миду. Ну и будет файт от команды Вега-Сквадрон. Так, пошел кулдаун от Паши. Сэнд Кинга убили. Как ты там вообще оказался? Непонятно. Без даггера. Как туда на хайграунд можно было залететь без даггера? Барро-страйк вроде тоже не в КД. Хэнскин задул тут ВСФ. На, убивай сам себя. Бей. Неплохо так, кстати, настреляли Хэнскину. За излишнюю дерзость. Пять тысяч по голде НИПы. И по экспириенсу. Три с копейками тоже в пользу Ниндзи в пижам. Три с копейками тоже в пользу Ниндзи. Чтоб повыпадали, да, все? Вообще непонятно, что происходит С командой Ниндзи в пижамах Все отвалились Команда Вега-Сквадрон довольна Дисквал вообще Нету больше Швеции Да, смешно Открываем новости А что, инфы вообще, я так понимаю, никакой, да? А что, инфы вообще, я так понимаю, никакой, да? Продолжение следует... 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 Рошан убит силами тьмы И Гирокоптер забирает Эггис Вега забрали Рох Йонасом фан в таверну Вот тебе и барабаны и фейсбуцы И дальше файт И маг выталкивает себя И в коках закрыли силки Здесь Лимб конечно раздамаживает как дурной Но Ван рассыпался БКБ у кого был? БКБ был у Гирокоптер Разворачивается Гирокоптер Вроде бы и драться А вроде и ТП аудио Улетает Гирокоптер Короче в четвером слились Вега Сквадрон здесь Потеряли огромное количество денег Полторы тысячи Ого Ничего себе потеряли Ну и 4700 по экспириенсу Хотя 3200 забрали Ну не так уж и плохо До 2.5 не по преимуществу Скатились И до 2.5 по экспириенсу Ракета от Паши полетела у нас В Эру У Эры есть Детри Гангер Эра у нас и выйдет Все что только можно Фантом Лансера уже готов Манта Стайл Как избавляться от Пэла Непонятно БКБ тут не решит на Паше Совершенно Паша продолжает фарм Все в принципе неплохо Так у Паши идет 2.4 Не критично Умирал не он Умирали саппорты Соло тут 5 раз слился Сема Сема 2 Кто вообще сливался Вроде никто не умирал А такой счет Ну так ровненько 17.11 Ничего плохого в этом вообще не вижу 2500 по голде Выигрывают НИПы Всего даже 2 И по экспириенсу тоже 2 Ну и опять потихонечку Команда Вега Сквадрон Пытается закомбетчить Может у них даже это и получится Ну было бы совсем неплохо Выходят на Т1 Начинается пуш И вот собственно Деньги которые у нас были заложены В товарах Теперь можно И материализовать Развалив эти товара Под смоком Вега Сквадрон У Эры опять Тут миллион стаков На Эншентах На тебе Вонючая иллюзия Один ульт Второй ульт СФ ульти Мне кажется иллюзию Еще не убили А то Терра просто Поиздевался Над командой НИП Сдохни иллюзия И вообще ничего От меня не осталось Мда Тут Вега конечно Психанули Немного С другой стороны Как не психануть Думали что в руки Ему же идет Фантом лансер Не тут то было Ну заходят Теперь НИП Под смоком Отправьте иллюзию НИП Тоже парни Экспрессивные Гляди Шарахнут Всем что есть В дизрапшин Бросают у нас НОВАН НОВАН сразу же БКБ Еле прет Вообще лунной походкой Просто вперед лицом Это ульта От Хенскина Тоже в принципе В никуда Потому что выкилился НОВАН Фуловый Дэмэдж почти не прошел Вот зато команда НИП начинает Пушить Т2 По нижнему лайну И опять у нас Отпадает кто-то Из игроков команды Ниндзи в пижамах Так Йонас Исхевен Лак Исс Все Может быть и вернется В скором времени Я думаю что С этим разберутся Так Давайте глянем У нас там вроде как Камбэк был от Веги Где-то деньжиш себе подняли Может даже и артефакты Новые появятся У гирокоптера Скоро появится Яша Хорошо У СФ Яша уже есть Гирокоптер То все у нас Крадет А? Что творится? Вот у СФ Есть БКБ И у гирокоптера Есть БКБ СФ Собрал у нас Яшу И гирокоптер Начал собирать Яшу ПТ у СФ Тоже появилось Раньше Чем у гирокоптера Скоро гирокоптер Начнет аватарки ВКонтакте красть у Ноуана И выдавать себя за него И кредит возьмет На его имя Какая коварная тактика У Шейкера Есть Ставфа Физа Для я думаю Что Сема готовится В Форс Ставфа У Резраптора Есть Пойнт Бустер Ну как был так Остается для Соло Единственный Единственный Пойнт Бустер Вообще Из всего Аганима Ни Тебе Алакрити Ни Йогурт Клаба Ни Стафа Ну и Яша Скоро появится у Паши Ну Теперь по команде НИП Сэн Кинг Уже в принципе Выформлен Нормально Что здесь надо Здесь надо Вейвов Дискорд И Аганим По большому счету Для большего Сэн Кинг У нас и не создан Дазл Угу Медальонов Кураж Есть у нас Для Силкида У Эры Есть уже Манта Стайл После Манта Стайла 900 голды Дефюжел Блейд Первого левела Есть куда еще Расти Ну Лешака БКБ Плюс Бладстоун 2000 на руках У Лешего Шадоу Демон С Форстафом Тоже неплохо На Айона Свернись Пойду Водички Себя Налью Дефюжел Блейд 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 А с другой стороны, затягивать, это давать дополнительное время для фарма. Фантом Лансеру и Лешраку. Прокликали тут на мага. А ну-ка, Яна Сонфан у нас уже в кустах. Уже готов. Ну, готовы все заходить. Сразу на мага. Мага, феноменальная реакция. Форс став себя. Вперед, Сема, Зеслэйр. Станчик будет? Нет. Фиссуры нет. Фиссуры от Семы нет. Но еще и глиф провязали. Теперь глифа у команды Вега нет. А на Т3 команда НИП не заходит. Ладно, хорошо. Они пошли дефать свой Т2 вниз. Герокоптер улетает отсюда. Соло, скорее всего, тоже отсюда улетит. Классный лимф у нас подстопил. Соло. Спустя 40 минут. После того, как тот провязал ТП. Паша, только не изай кулдаун по Яна Сонфану. Это будет смешно вообще. Рокет Яна Сонфана. Ну, Яна Сонфан здесь остановится. Успокоился. Немножко остыл. Экспирианс к нолю уже стремится. По голде 2500 в пользу НИПов по-прежнему. Так, у СФ уже 2400. СФ у нас Лансера догоняет. Чуть-чуть совсем. 100 копеек осталось. А ну-ка, ждем этот эпичный момент, когда СФ у нас обгонит Фантом Лансера. Нет, не скоро. Судя по тому, что СФ не знает, что и где оформить. Нет крипов. Нужно больше золота, но при этом нет крипов. Хотя и Лансер стоит на месте. Всего-то 200 копеек дайте СФу. Ну, вот они эти 200 копеек. Все равно проигрывает. И ПЛ пошел нафармливать. Отрывается. И уже и Лешрак еще обогнал у нас Ноуана. 2500 по золоту. Ноль по экспириенсу. Ноль. Вега отыграли все по левелам. Теперь по левелам тут все, в принципе, должно быть достаточно ровненько. Ну, да, через одного идут герои. Хотя два 14-х в составе Вега. А здесь два 11-х от команды НИП. Шадоу Демон и Даззл очень сильно проседают по левелу. Как Дизраптор. Только их двое. А в составе команды Вега всего лишь один. Такой 11-го левела. Вообще, по артефактам давайте пробежимся. Давным-давно мы не смотрели уже. Данный дота-аспект. У Хэндскина есть Форстаф. У Лишрака Форстаф. Плейтмейл Бладстоун, что ли? Лишрак с Форстафом. Не смешно. У Эры. Полторы тысячи после появления БКБ. Вот БКБ для Эры это приятно. Это действительно... Приятно для команды НИП и... Жуть для команды Вега-Сквадрома. Чем теперь будут разносить у нас Эру, непонятно. Одна маленькая штучка за 3 900-й. Она решает половину вопроса. Остальную половину Эра просто рейт-кликом решит. Вега. Заходят на Эншентов. Видят у нас... Шадоу Демона. Ну что, освободился путь для Клокверка? Просто Вижен нужен. Фиссура пошла у нас по Шадоу Демону. Шадоу Демона прячет себя в Дизрапшн. И в Дизрапшн его и в Кинодик Филт и возвращает. Кэннскин, наверное, был не в курсе, что так тоже можно. Ну и врыв у нас пошел от Мага в Лимфа. Маг выталкивается. Ноуан Демона и БКБ не может провязать. Ноуан из 10 сгорит сейчас. Мекку провязал Ноуан. Ульта у него по Эре. Эру будут кайтить. Или Эра будет Ноуан из 10-го забирать. Ноуан Алоу ХП. Сема Зеслэйр. Ульта по... Ай, тут уже Юнусом Фан ворвался. Ну Юнусом Фана забирай. Блин, да сколько ж во сколько файт. Я вижу, что трипл килл здесь уже от Паши. Это безусловный плюс. Сэфа потеряли, но трипл килл от Гирокоптера. Деньжище повалили. Гляньте и Сэнжин Яшу. Гирокоптера так же, как у Сэфа. Ну что ты, Паша, делаешь, а? Не пались ты так. Не пались. По итогам этого файта. Вега Складрон выиграли 1200 по голде и 4000 по экспириенсу. Против двух со стороны команды НИП. Графики должны к нулю идти. Но по экспе Вега уже впереди на 2000. Гирокоптер не знает, как отбиться от этих иллюзий. Одна, две, пять, сто. О, снова две, снова сто, пять. НИПы выходят на Роху. У команды Вега Складрон уже была попытка здесь подраться. Они, кстати, ее неплохо реализовали. Все-таки с плюсом для себя. Правда, Сэфа пришлось потерять. Сэф выходит в МКБ. В это время Рашан падает, забирает Аэгис у нас Эра. И БКБ приобретает себе Сэнд Кинг. У Лимпа 1400. Плейт Мэйл одинокий так и лежит в этом билде. Доскаде надо еще собирать и собирать. 2500 Вега по экспириенсу. И проигрывает Вега по голде 1250. 40-ая минута у нас пошла. 18-14 по Нетворцу. Первое место Лешрак. Второе место Фантом Лансер. Третье место у нас Сэф. И дальше уже идет Паша с 14500. Ну, 17500 для Лешрака. Ну, команда Вега Сквадрон теперь не отходит далеко от своего хэкграунда. Всегда надо под сейф ездить, что Сема или еще кто-нибудь. Ну и вообще отходить далеко от хэкграунда это значит где-то встрять под Фантом Лансера. А там, в общем-то, не выпустят. Просто так тебя, иллюзии Лансера. Паша на Эншентов. И его счастье, что он сейчас на хэкграунде оказался. Фактически его не увидели. Курьер, 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 курьер Веги. Курьер Веги. Пашу засловили. Паша, юзай БКБ и беги. Так, пошел у нас колдаун от Паши. Сплитерс просто феноменальный от Лимпа. И он сам фан. Быстренько в Сэнд Сторм и валить отсюда. И все, без фрагов. Файт закончился. МКБ появляется для СФ. Что-то он Ован продал, по-моему, Аквилл. МКБ всегда лучше, чем Аквилла. Поэтому не страшно. Не бы переживают. Это понятно. Они выигрывали как в прошлой игре 7.5, так и в этой выигрывают 7.5. Но при этом прошлую игру Вега закомбетчили и сделали это настолько сильно, что команда НИП там вообще просто ватная развалилась. Как быть сейчас, тоже им непонятно. Они вроде выигрывали 7.5, но по факту теперь графики-то равные. И свое отставание Вега отыграли, значит графики движутся в их сторону. Ну и дальше может продолжаться все это. До той поры, пока у Веги не будет преимущества. Такое, что они просто снесут НИПов. Ну ладно, почти 18 тысяч. 200 копеек не хватает. Он на тысячу отстает от... Лишака. Одинаковый фарм на СФ и на Лишаки. Даже не знаю, на кого бы я поставил. Думаю, скорее на СФ, а все-таки БКБ Лишака никем делает. Лимп видит у нас НОВАНа. БКБ от НОВАНа и просто делать ТП-аут отсюда. Все, нечего выдумывать в принципе. И улетает сюда еще и Геррокоптер. Геррокоптер. Геррокоптер покупает себе Демонедж. Значит, тоже будет МКБ. Тут рисковать нет смысла. Все-таки Вега относительно ровно идут. И остается всего ничего. Тут 1300 Геррокоптеру. Это в принципе на 42-й минуте не проблема. Клипов уже идет много. Забирает их достаточно быстро Геррокоптер. И все, вот уже и 900 осталось. Еще три пачечки. По лесу разочек пройтись. И все, и готовый МКБ. Круто, да? Круто. По-моему, очень круто. Ну что, Геррокоптер у нас в МКБ выходит. Остается всего лишь 500 голды для него. Паша, в принципе, уже все необходимое нафармил. Ему, ну так, для дополнительного дэмэджа разве что. Ну и у Шейкера тоже по артефактам достаточно всего. У Клокверка есть уже Агоним. Мак, в принципе, тоже достаточно нафармлен. Так, Мак врывается у нас на мидлейне на Хендскина. Бьется Хендскина Поги. Ну и Хендскин, скорее всего, здесь умрет. ТП у него нет. Даже улететь не получится, если захочет. Развалили у нас его. И вот же Гем валяется. Нет, вы не видите? Видят. Но пока ничего не могут делать. Йонасом Фан пошел раскаст его эпицентра. Ноуан здесь в БКБ. И просто по-моему, Йонасом Фан наваливает Ноуан. Ноуан разультился. И ульт таки не проюзал. Развалили у нас СФ. Мага, скорее всего, тоже здесь развалят. Сема Зе Слеер с Сеха Слемом. Ну и начинает Гирокоптер настреливать. И Анстапа был стрик для него. И Эра на ЛОО ХП. И дальше за Эрой. И через Рокет Бараш забирают у нас Эру. И последний, кто живой, это Сэн Кинг. Что не так, Сэн Кинг? Куда ты? Останься. Останься. Куда ты идешь? Представляю, как Сэн Кинг в ужасе в каком. Да, настреляли, конечно, команде НИП. Полный щит. Команда Вегас здесь отыграла, конечно, уйму денег. И Экспириенс тоже. Да, опять потеряли Ноуан. Но потому что он в самом центре событий постоянно. Дерется как... Я не знаю, как... Как в последний раз. У Дизраптора уже появляется Аганим. Соло готов. У Мага. После Аганима 2.100 на руках. У Сёмы. После Глимер Кейпа 1800. Да и у Соло уже 1000 с копейками. Даже почти полторы после... Заветного Аганима. Ну и СФ. СФ 1900 плюс по золоту после МКБ. Всё, СФ появился. Вот тут нормально так форма для Ноуана. И души сразу все восстановятся. И не надо будет бегать тут. Суетить эти души по всей карте. Всё, в принципе, 29, 30. Ещё 8 штук. И 6 точнее и гоу. Файтится дальше. Вот, собственно, идёт пачка крипов как раз по ДСФ. Так, Герокоптер. Опять у нас начинает файт. БКБ от Герокоптера. И уходить отсюда. Но теперь надо ждать, когда БКБ снова будет у Паши. Пока что без него. Драться нет резона совершенно. 40 секунд. Ещё не будет Блэк Кинг Баром. Через минутку у нас Рошан окажется на своём привычном месте. Ну и НИПы отходят. НИПы уже проигрывают по золоту. НИПы проигрывают по ЭКСП более 5000. О, классно. Хэнскин нажимает на паузу. Видимо, опять проблемы. Нет проблем. Всё, гоу. В пятером команда Вега под Смоком. Смоук Ганг или Смоук Рошан. Сейчас узнаем. До этого Рохи появится бы. Но знают они, что Рохи нету. Там ещё остатки зарядов от ракеты тлеют. Рошан сейчас уже, в принципе, у нас упадёт. Маг под Смоком заходит на Роху. По таймингу уже вроде как бы и пора, но близко. И не знают даже Вега-Сквадрон, насколько близко они были к Рошану и пропустили его. Роха появился. И Сёма здесь. И выталкивает себя Сёма. Пока не дерутся. Отошёл у нас маг. Коги много вопросов могут, в принципе, решить в файте. И вещи-то более чем полезные. Иногда Коги полезнее, чем сам Хукшот бывает. Врыв у нас от мага. Врывается в Эру. Эра под БКБ начинает нарезать мага. Кулдаун по Паше. Паша. Точнее, вот Паша. Паша их заедет в БКБ. И начинается разрыв команды Низи Пижамы. Рассыпался здесь наш несчастный Эра. Ноуант в таверну. Это точно. Гирокоптер. Продолжает драться. Хенд скин. В рожпите. Дальше за лимпом. Лимп сейчас от ракеты тут сутки будет стоять. Ну и Гирокоптер пошёл наваливать по лимпу. Денай самого себя лиша. Сёма зе слэйер. Есть ли у него даггер? У него-то даггер, в принципе, есть. Не достанет ли? Да должен. Глинцует назад у нас хенд скина. Куда ты прыгнул, Сёма? Гирокоптер. Кулдаун есть. Ракета полетела у нас в хенд скинах. Хенд скина будут, скорее всего, забирать. Форстаф через секунду здесь уже соло. И оббегут у нас хенд скина со всех необходимых сторон. Ну и Сёма зе слэйер уже здесь. Хотя хастлэйм юзай толкает себя. Тотем по голове. Фессура. Приплыли. Вега повели по голде. У них... По фрагам, точнее. У них теперь 22 убийства у команды НИП. 21. Ну и по золоту Вега выиграли здесь. И вообще по голде они молодцы. А по экспириенсу просто умнички. У Паши 3000 только что было потрачено на... Сатаник. Теперь Паша не пробивной вообще. Правда у него БКБ 5 секундный. Но это не так критично. В принципе, с нормальным количеством дэмэджа. А у него, я считаю, нормальное количество дэмэджа. Настрелять тут можно... Ой-ой-ой, как классно. У Сэн Кинга появляется Кираса. Просто уничтожение вообще всего, что вы знали раньше о доте. Сэн Кинг, который собирает Драму Фендеренс. Фейсбуцы. Кирасу. Где это видано, я даже не знаю. Вега еще один Смук. Да. Прилетела Собака, провязали Смук. И теперь встреча у нас. Вот теперь будет важная встреча. Гирокоптер, колдаун. Силкит на лоу хп. Непонятно, на кого бы Грейв бросать Силкиту. Ни на кого вообще. Так и не бросил Грейв. Дабл килл от Гирокоптера. И дальше просто развал. Просто развал. На паузу нажимает у нас Лешрак. Пэйл лагает у нас. Пэйлу надо здесь не лагать. Пэйл должен здесь либо убивать кого-то, либо умирать всей командой. Ну как вообще продолжать эту катку? Как... Ах. Где Рокет? Где Рокета? Где Рокета? Где Рокета? Вот Рокета у нас стоит. Колона готова лететь. А ну-ка. Давайте посмотрим. Не в Пэйла это точно. Здесь еще есть ребята. Возможно Лимпа. Возможно... Я даже не знаю в кого налетит на самом деле. Винусом Фантак далековато у нас. Винусом Фанат. 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 Продолжение следует... 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 по золоту века выигрывает уже чем 500 по экспириенсу вега выигрывает 14 это те у которых кстати шансов не было если что мы обсуждали бурно это на ранних этапах игры никаких шансов сейчас вообще паша в соло идет у нас пилить т2 и запилить же и дэмэдж у него почти 300 и бьет он быстро и против героев здесь понятно что у меня оглушение пролетают не вся команда вега по топ-лейну готовы заходить готовы подниматься на хг далековато клок находится но у него есть аганим клок здесь в принципе достает как я понимаю куда угодно клок достает а что пошел нас файл выталкивает пашу ваша бкб не юзает пример кей по паше никого никто не убил даже не поцарапал клавы конечно гирокоптер немножко больно гирокоптер улетает у нас фармить нижнего красавчика улетел просто подфармить молодец а чё не 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 напрягается совершенно есть время пойду фармить могли забрать линию ладно линию каждый дурак может забрать у тебя такой перефарма вот подформить крипов это силу воли надо иметь отказать себе в скучном хайграунде соперника 17000 вега позу по экспириенсу и по золоту почти двенадцать и 4000 по голде есть у паши 4000 на руках то есть и на байбэк тебе будет и еще на дополнительные какие-нибудь артефакты потому что влад мир на него мира butterfly надо собрать будет гирокоптера вместо и джесса там и там в принципе более сливовый вариант и не найти что на хайграунд готовится подъем от команды вега спадрон они готовы они долго к этому шли помню еще раз у нас на кону выход в финал лузеров проигравший вылетает победитель идет дальше мак врывается на лимпа выталкивает сам себя мак но ван провязал нас бкб паша начинает наваливать по табору пока там вся команда не бегает от сф юнасом фан провязал эпицентр и весь эпицентр слил просто в пустоту выкупается юнасом фан мак врывается на силки да силки дает шалу грейп на себя и это его ошибка то есть толку что толку что будет жить еще одну секунду но ван продолжается файтится съел сыр но ван гирокоптер в это время настреливает по эре нет маны вообще у гирокоптера но он не тратит до сих пор эйджи сейчас станет с эггисом у него будет бкб и через 7 секунд у него будет сатаник просто не подходите к нему вообще бкб и зайдет у нас гирокоптер пошел наваливать по лимпу так развернись и бей ну что ж вы отходит отходит гирокоптер отходит гирокоптер юнасом фан решил подстопить всех ну и линия снесена одного героя всего лишь теряет команда вега мак у нас тоже улетает все отсюда улетают сф уходи потеряли только шейкера и аэгис на гирокоптере заработали 2200 по золоту развели на 2 байбека лишь рак плюс сэнд кинг ну круть 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 15 с копейками выигрывает вега сквадрон по экспириенсу 20 тоже в пользу веги и эту игру они отдавать не будут сопернику у них есть гирокоптер и у них есть шадоу фим у сфа уже появляется в принципе все необходимое для для дайдалуса надо немножечко нафармить чтобы были деньги на байбек тогда и дайдалус можно будет приобретать приобретать ну у непов началась наверно паника непы выигрывали по голде 7500 теперь они проигрывают 22 по золоту теперь по экспириенсу двадцатка у них отставание и отыграть это мне честно говоря возможно не видится увидели у нас игроки команды вега соперников минус шадоу демон скорее всего выталкивает себя вниз шадоу демон сф разультился минус лишрак уже лишрака у нас не будет соло скорее всего здесь умрет эпицентр какой крутой от йонуса мфана ну паша здесь под бкб начинает настреливать по йонусу мфану эра налог хп за ним летит ракета эра может сделать и паут а может вообще никуда не уйти доппельган гератеры эра старается отсюда уйти эру не отпускает это ультра хил от ноуана байбеки у команды не имеются в одном единственном лице это фантом лансер все кроме фантом лансера некому вообще байбекаться да и незачем на самом деле будет байбекаться сайтов вайс появляется на шейкере байбек от пл сразу сюда побольше иллюзий что-нибудь надо придумать тут пропереть должно эру вообще невероятно у эры есть скади у него есть один джевелин тут просто ол ин идет фантом лансер закупается на все что у него есть на все деньги но команда вега в принципе фиолетовая на все эти деньги у них есть гирокоптер у них есть sf супер типа имба и в эру сразу же хекс эру поршалу грейвом пытается здесь засейвить дазл может даже получится глимер кейп еще в это время падает вторая сторона да нажмите на паузу все ой какие лаги вообще вы шутите гоу вкус гол ну что просто третью сторону спушивает команда века какая разница есть лаги или нет если ты нажимаешь айт клик на бараке и смотришь как они падают и как команда не теряет все шансы на выход из данного полуфинала лузеров вега переигрывают своих оппонентов они первую игру проиграли они казалось меньше и слабее левелом но во второй игре вега squadron показали что они готовы к омбэчить и в третьей игре они тоже показали что готовы к омбэчить кто тут до двадцатой минуты вообще верил что вега хоть что-то сможет сделать я например точно не верил и думаю что вам верилось с трудом но ну ладно вгрызается здесь фантом лансер и шейкер здесь и просто падает почему-то трон что поздравляем команду вега squadron они победители они выиграли у коллектива нипу очень серьезного соперника соперника из сильной группы соперника и сильной группы который 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 в группе а находился который там с альянсами с бурден там посложнее была группа чем у команды вега squadron вот теперь оказывается что не посложнее второе место группы Б обыгрывает второе место группы А. А первое место группы Б, Na'Vi, обыгрывают первое место группы А там, где Форэнкерсен Си Кэптен. Ну что, поздравляем команду Вегас Кладрон. Они проходят дальше, проходят в финал Лузеров, откуда откроется возможный им выход прямо на Na'Vi и поездку непосредственно, кстати, в Сиэтл. Тот, кто зарабатывает второе место, отправляется в Сиэтл биться за Wildcard. То есть, минимум вторым, если станешь, то есть, попадешь в гранд-финал, уже 100% едешь в Сиэтл. Только непонятно, играть на основной части турнира или на Wildcard, а потом в основной части турнира. Короче, классно. Пока все классно. Российский коллектив выходит дальше и украинский коллектив уже в финале Венеров ждет Вегас Кладрон. Будем биться, будем болеть. Ну что, друзья, это был очень долгий день. Прям вот долгий неимоверно. Устали, я думаю, все. Я не меньше вас, вот поэтому уходим отдыхать и уходим с удовольствием. Мы проделали большую работу, да, тут нудные были матчи, они были ни о чем почти что. Но с другой стороны были интересные моменты, ну и конечно же Вега порадовали под конец. Это была студия игрокам ТВ. Не забывайте перед выходом, если вдруг кто новенький, нажать follow на нашем канале. Это прям обязательное условие, на чем мы вас не выпустим. Ну и услышимся с вами уже завтра. Услышимся в 19.00 на матче Нави против победитель пары Вегас Кладрон и Френкерс Энси Гэттен. Все, друзья, до завтра, до вечера. Всем хорошего настроения, хорошего завтрашнего дня. Высыпайтесь, вечер будет ярким и интересным. Это была студия игрокам ТВ. У микрофона был друг. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok